Всем привет, с вами снова Дмитрий. И как-то давно я ничего не делал по Бордерлендсу, и настало время сделать ролик, особенно потому что все футажи, показанные в этом видео, были отсняты еще 3 месяца назад. На повестке дня у нас легендарная снайперская винтовка под названием Захватчик. Я уже делал про нее ролик, но в пресс-сиквеле, и раз народ хочет, чтобы я показал ее и во второй части, то почему бы и нет. Как и любое легендарное оружие, Захватчик может выпасть абсолютно с любого противника или с любого сундука, ну а наибольшая вероятность выпадения винтовки именно из Сатурна, который находится в локации сердца пустыни Бесплодные земли. Особый эффект на винтовке гласит – палач прибыл. Благодаря этому эффекту Сатурн стреляет очередью из 5 патронов, но не спешите радоваться. Также он умеет уменьшенный в 2 раза урон, но и такой маленький плюсик – увеличенный в 2 раза размер магазина. На первый взгляд, Захватчик не представляет из себя ничего особенного. Это типичная снайперская винтовка, коих в Бордерлендсе миллионы. И обычно у таких снайперских винтовок шанс дропа намного больше. И они редкие, а не легендарные. И тогда встает вопрос – почему же это оружие все-таки легендарное, а не редкое? А обратите внимание на производителя пушки – это Гиперион. Благодаря особому эффекту Захватчик стреляет как оружие компании Даль. И получается вот такой вот бутерброд. Что-то типа совместной работы Мерседеса и Макларена. Так что помимо того, что Захватчик стреляет очередью, во время стрельбы он увеличивает еще и свою точность. Но это все равно не помешает вам тратить патроны с неимоверной скоростью. Потому что стрельба очередью и снайперских винтовок, у которых нереально маленькое количество патронов, до добра никогда не доводит. И мораль всего Гуида такова – если вы рукастый парень, который почти всегда попадает в голову, при этом используете реликвии, увеличивающие боезапас снайперских винтовок и поглощающие щиты, то вы можете без проблем использовать эту пушку. Из интересных мелочей можно отметить то, что эта снайперская винтовка была и в первой части Бордерлендса. Ну и если вы обращаете много внимания на внешний вид оружия, то вы наверное уже заметили, что Захватчик выглядит точно так же, как перламутровый дробовик под названием «Мясник». А на этом всё. Если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить палец вверх и оставить комментарий. Если вы хотите видеть больше подобных роликов, то подписывайтесь на канал и зовите сюда своих друзей. Также вступайте в группы в Стиме и ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok